В практике Верховного Суда продолжают появляться споры, связанные с квалификацией расходов в качестве косвенных, либо прямых. Ну, вообще, я думаю, специалисты прекрасно знают, что это традиционные споры по налогу на прибыль, и их достаточно много из года в год. Применительно к практике 2021 года можно выделить дела АГД «Даймондс» и Архангельский фанерный завод. В первом деле рассматривались затраты на приобретение дизельного топлива, также расходы по водоотведению и расходы на электрическую энергию. И все эти расходы были связаны с добычей руды. И налоговый орган посчитал, что в данном случае, поскольку это основная деятельность, то квалифицироваться расходы должны как прямые, а не как косвенные. И, в общем-то, нежестоящие суды поддержали такой подход. Аналогичный результат возник в деле Архангельский фанерный завод. В данном случае речь шла о затратах по ремонтным работам для поддержания оборудования и основных средств в работоспособном состоянии. И, опять же, такие затраты, расходы были признаны прямыми, а не косвенными. В общем-то, практика по данным делам подтверждает давно сложившийся подход, что квалификация расходов не может зависеть от воли налогоплательщика. Даже в том случае, если налогоплательщик зафиксировал в учетной политике перечень прямых расходов и, например, тот либо иной расход в перечень не попал. То в любом случае это не исключает, что соответствующий расход может быть квалифицирован в качестве прямого, исходя из его экономической сущности.